В микрорайоне Козылжар уже привыкли к постоянному гулу стальных птиц. Здесь знают, каково жить под воздушными коридорами. Жители в курсе всех рейсов и марок самолетов. И такое соседство до недавних пор никого не смущало. В Шемгенте рассмотрят законность всех строений близ аэропорта. Этот микрорайон сильно разросся, говорят в Акимате, и воздушную гавань от ближайшей постройки отделяет всего несколько метров. Сначала забеспокоились в Комитете гражданской авиации. В Акимат полетело письмо, после которого и провели анализ местности. Оказалось, охранную зону аэропорта застроили с нарушениями. Часть земельных участков расположена в охранной зоне аэропорта, что не соответствует нормам гражданской авиации. Порядка 284 объекта, большинство из них жилые дома. Есть коммерческие помещения, порядка 28 объектов, порядка 12 объектов земельных хозяйственного использования. Теперь в дальнейшем те объекты, которые попадут в 100 метров защитную зону, должны будут либо принудительно отчуждены для государственных нужд, либо будут осуществлены работу по сносу. Аймгул Бейсенова возле аэропорта живет больше 10 лет. Говорит, что дом строила законно и на руках есть документы, поэтому переезжать бабушка не намерена, а воздушная гавань ей неудобства не доставляет. У нас все документы есть. Если дом заберут, где мы жить будем? На улице, что ли, останемся? Раньше сказали, что аэропорт будет в другом месте. Вот и пусть переносят. Говорят, красная полоса. А если красная полоса, почему давали землю народу? Нельзя было давать, а кто дал, пусть теперь ответит за свой поступок. А нам теперь говорят, что снос будет. А если снесут, пусть всем оплатят. Есть документы или нет, нельзя делить. В Акимате уточнили почти все дома, которые близко расположены к аэропорту, узаконены еще в 2007 году, в период проведения легализации. Но теперь тут намерены определить санитарно-защитную зону. Однако для этого сначала нужно утвердить новый генеральный план Шимкента. Сейчас идет его корректировка. И только после этого 100 метров от границы аэропорта намерены освободить от постройок. По закону, собственникам участков должны выплатить рыночную стоимость. А вот тем, кто не имеет документов, рассчитывать, по данным специалистов, не на что.